мы начинаем к в мы начинаем ребята привет ужасно просто ребятки привет это denis ты ты мне можешь тоже представить да это лёша ты же понимаешь на смотрят новые люди они иногда не знают как нас тобой зовут на нас подписывается да на нас подписывается и видно что какой-то рыжий товарищ и какой-то толстый товарищ сидит здесь рыжий тоже не худой ну да я читал комментарии все очень подметили твою пузико блин вижу сал пузико уже нормально это третий выпуск чтобы вы понимали не надо было акцентировать на этого внимания может прокатили бы за трезвых блин с чем я пинете у меня смех ужаснее вообще год пелико даст похоже ты по трезвости ты знаешь сейчас обидно было знаешь ли вот обидно дениска да давай жги братан даже сегодня от же они будет тихо 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 ты отходишь и тебя не слышно вдруг сегодня мне было слышно так что а ты решил по сибирской пройтись да сегодня сибирская корона будет number one амурский нрав ржаной эль мне нравятся ржаные сорта пива первый раз слышу об этом и не последний честное слово я просто не слышал это такого что любишь ржаной эль ну вкус нравится какие представители есть ржаного эли вот по я сейчас не отвечу на этот вопрос потому что у меня потому что не пил до этого их конечно не пил 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 ну ну расскажи из всей коллекции вот эту всю историю расскажи потому что чтобы ребятам мы недавно когда отвечали на вопросы по один вопрос был ваш любимый сорт пива я там в качестве с в одного из своих самых любимых сортов пива ну с не совсем любимого то который пью и бру постоянно обозначил сибирскую корону и уже я там обозначил как большую пивоварню но с уклоном в крафт скажем так то есть это люди которые пытаются что-то сделать на общем фоне вот этой серой масса пивных напитков так называемую что-то делают да ребята молодцы они сделали три новых сорта стаут ржаной эль и и пашку и пашечку и пашу ли него расшивайся так это стал нежный киношный нежный значит о чем мы до ножны нежный и ножны нежный и нужны нежный единственное по этикетке вот сама торцевая часть бутылки это все замечательно сделано отрисовано мне нравится дизайн хорошо сделано но сзади вот ребят сибирской короны маркетологи или кто этим занимается и не зерва маркетологи эль рыжеватый к как раз хищника издает ли едва едва уловимый рык когда открываешь бутылку нахера вот зачем это писать что это подожди и там еще едва уловимый рык и снизу сноска это звук открывающий поясняют на вы что поняли что там никто не пришел на камеру кстати рык это тот надо снять а мы это сделаем до услышим как как нормальный амурский до тигр рычит такой звук то я ухожу где бы мне больше не наливать желатый как раз из уже ты тоже рыжеватый мне кажется знаю почему тебе нравится этот ржаной я не правда я рыжеватый а какой-то это рыжий рыжеватый как этот цвет коралловый от красного отличить не может у тифы я знаю тиффани эмбертисон есть такая порно звезда по моему так значит что у нас дальше идет бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-сибирская корона так что я найду я не поленюсь найду тиффани эмбертисон тиффани эмбертисон подожди или это избавали хилл 90 210 это я с детства какой ты древний то я тоже конечно ладно давай про пиво так нет давай про пиво про пиво поедном могут уже все высказал мы его даже не открыли что я высказал не подожди по во первых я хочу сказать по поводу сибирской к коллекции или сибирская как это называется корона я пил только птичку и по пробили стал от не пробовал сми не желаю мне специальность отказа физиками это кинестикой серии ну может как медведь даст медведя пиво с медвежонком пил не берем даже хочется немножечко это деру да говори что деру дать до дернуть еду это классно три ролика в таком настроении это просто великолепно мне понравилось и по от них да мне тоже понравилось от них и по она классная то что меня ждет сегодня я не знаю так ты как-то так так как ты говоришь что тебе она очень нравится поэтому я с удовольствием попробую сегодня есть какая-то закуска у нас или мы что-то сегодня с тобой правда есть так и что это у нас все просто чипсы да чипсы ты вообще перестал запариваться не перестал запариваться просто вот именно вот такие сорта пива каких-то особых изысков вот как мы до этого пили там чешский портер с шоколадкой с изюмом он не требует это тот сорт который можно есть фисташки арахис чипсы чего что угодно он имеет свой ярко выраженный вкус которые очень сложно перебить очень сложно то есть и чипсами это то есть нашей серии как мы соломку помнишь с тобой когда что это было у нас с тобой урку урку помнишь когда ты заедал этой штукой и уже вкус уже вроде как там уже добыл совершенно одинаковые да 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 здесь не перебиваю чтобы для того чтобы попробовать все-таки перебить этот вкус я сегодня я чипсы покупаю очень редко но сегодня на полке увидел новую упаковку черную там эстрелла ход я их пробовал скажите честно у них есть горчица есть хрен чем дерзкий да это заметил дерзкий хрен дерзкий начали из какого-то как будто про меня получает сошли раз в газа без зубы тебя так как твоя как твоя порноактриса делает тифани тифани амортизм не трогай господи я так надеюсь и тифани это реально продавец потому что если ты какая-то нормальная актриса то это ужасно а почему я не должен тисом трогать дай я проверю сейчас просто пока мы сейчас вот пять минут будем смотреть как ковыряется в огрызке блин ну верни в огрызке а в телефоне пока расскажи про эту закуску еще что-нибудь я его не видел нет я первый раз в жизни вижу после магазина что я могу сказать об этой закуске ну что я могу сказать об этой закуске задействовать и нарисованы еще и стрелах от ну-ка с горчицей и с горчицей закуска это на а вот стойте он нашел тифани мартисон вот такая не вряд ли она по и 42 года то бывшая актриса так и мари хиллс видал на 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 блин тифани если ты сейчас смотришь нас реально саша грей извини я верю что смотрит какой ужин конечно смотрит боже мой ты в детстве смотрел ты в детстве смотрел беверли хиллс она сейчас смотрит тбп еще нет причем не знаю русского даже давай разольем пилы и наконец-таки еще до а градус уже здесь какой просто я люблю только повышать и до этого был у вас 68 то что адреса вообще про пью ничего не рассказали плотность какая у него денис мы стали с тобой реально какие-то очень другие но плотность боже мой конди стандартная начальная 12 полный процентов алкоголя четыре с половиной абсолютно стандартное пиво тот в одном ряду со многими очень легкая что понеслось а устребок смита да давай разольем ребята привет мы продолжаем я уже думал новый выпуск пошел нет со старой значит что по цвету а давай начали мы с тобой даром брык вот здесь вот обещали рука давай сейчас мы вам взялась ампакинг это пиво анбоксингом сходить тихо-тихо ребята тихо все рык сейчас так так звучит амурский тигр вот амурский тигр рейсиндар руку когда-то встретил будет так делать Представляешь, тигр увидел такой, кусты, это реально больше схоже на это, ребята, из сибирской короны, ну вы хоть что-то посерьезнее надо что-то придумывать. Я, кстати, не присматривался, что они там написали по поводу ястреба и медведя. Ипа, которая, да? Да. Там, может, ястреб тоже кричит как-то по-особенному. Давай сравнимся еще раз. Реально, может быть, другой звук будет. Давай с тобой поговорим по поводу аполлиссирующего цвета немножко. А цвет здесь не аполлиссирующий. Естественно, тут есть о чем поговорить. Хороший, насыщенный коричневый цвет. Темное пиво. Да? Темный, темный? Нет, ну не темный, скорее красный. А, рубий. Коричневый, красный, да. Я понял. По запаху? Денис, ты совсем не рассказал. Вот перебью. Вот опять у нас здесь, что мы получаем? У нас здесь в составе, кроме вот этой воды, хмеля, совести пивовара, у нас здесь есть всего одна небольшая ремарка. У нас кроме салда ячменного есть салд ржаной. И вот всего лишь добавление ржаного салда по нашему загадательству теперь это называется пивным напитком опять. То есть это не пиво. Грусть, печаль. Да слушай, уроды. Я сейчас насрать на это дело. Ну, как и нравится им так испоганивать эту историю пивную. Значит, пусть. Могу тебе сразу сказать, запах очень классный, правда. Пахнет хлебными корочками, вот как квас домашний делаю. Именно квасом, квасом, квасом пахнет. Чуть-чуть такие подгорелые, которые уже полежали, помогли, начали подбраживать. Вот именно там. Мне запах нравится, цвет нравится. Что еще можно сказать по поводу стоимости, ты забыл совсем рассказать. 65 рублей 40 копеек в крупном сетевом гипермаркете. Понятно. Ну, давай попробуем. Да. Ты тоже, конечно. Я первый раз пробую, я не знаю, что меня ждет. Интересное послевкусие. И все? На уровне глотка ничего не происходит. Оно газировое, как мы с тобой говорим, газация сильная очень, на мой взгляд. Карбонизация. Да нет, вкусно. Хорошее пиво, вкусное. Не могу сказать, что это мое какое-то любимое, потому что я вообще отношусь к темному пиву. Ну, так, короче. Типа, есть оно и есть. Это не стаут, это такая вот история эля. Да, на эль похожа. Но, мне кажется, здесь все ржаные сорта пива элей, они очень много, не горечи, а именно жженого привкуса во всей этой истории. В этом сорте жженка чувствуется, но она очень быстро проходит, ее столько, сколько нужно. То есть оно, скажем так, как это слово-то по-русски, боже мой, оно... Как это по-русски? Ты чувствуешь вкус ржаного хлеба, пережаренного, но тебя это не гнетет, это не остается очень долго во рту, все, как это бывает с разными сортами пива. Когда ты эту жженку чувствуешь постоянно, она моментально уходит. Вот, 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 дело, дело, говоришь, правда. Не, просто действительно сказал две вещи. Я иногда просто, ребят, честно, не могу выразить свои мысли, потому что у меня очень мало теоретической части. Денис мало в голове? Нет, в голове у меня их много, но вот этот Денис тоже сейчас говорит, оно именно здесь быстро уходящее. Да, пиво пьется очень легко и просто, ну, просто, легко и просто. Оно, как вот, оно проскакивает, оно не задерживается во рту, как темные, тяжелые сорта пива. Оно пролетает, оставляет приятное послевкусие. Очень похоже на хвой на квас, поначалку начинаешь пить, когда уже бутылка две, я думаю, под конец первой бутылки это сходство улетучивается, и остаются уже такие вот основополагающие какие-то такие штуки, как вот плотность, наполнение во рту вот этими всеми вкусоароматикой. Замещательно. Ну, его приятно пить именно. И ты знаешь, у них на этикетке было написано пряный ржаной аромат. Ты знаешь, вот именно пряный, черт возьми, они очень правильно подгадали вот это слово, пряный. Пряный вкус же есть, именно, и вот именно пряный, ты знаешь, что такое пряный, надеюсь? Да. Вот он же здесь есть, согласись. Ну, могу сказать, что он так вот ярко выраженный, может я что-то не понимаю, или не до конца понимаю значение слова пряный. Ну, для меня вот, все, что я здесь чувствую, это вкус ржаного хлеба. Ну, он есть здесь. Он основополагающий, это вот как фундамент всего остального, что-то еще вот рядом вот там находится, вот именно ржаной хлеб. Это много, это вкусно, это так вот, насыщенно. На послевкусие есть еще небольшой осадок этим, алкоголя, спирта, да, наверное? Не, я спирт не чувствую вообще. А я чувствую, но именно послевкусие. Кислинка есть, но опять же, это вот та кислинка, которая так называемая квасная кислинка, которую квас выпил, и такое вот ощущение, ну, кислинка такое есть. Ну, кстати, на квас вообще очень похоже это дело, в целом, да? Похоже, конечно. Приятно, и мне приятно понимать, что, походу, его не только и пазнач нормальное. А что там с Мишкой? С Мишкой тяжелее, я его пробовал один раз, и сейчас об нем рассказывать, я думаю, смысла нет. Ну, я имею в виду, блин, нам надо вообще, у тебя надо было просто, знаешь, что, купите разных этих самых, сразу бы всю эту коллекцию попробовали. Ну, это я, что сейчас уже об этом говорить? Я все же не могу это мотануться, быстренько докупить, сейчас мы это запишем. Ну, давай, держи. Давай, а, по поводу закуски. Ну, что, естественно, я уже ем ее на протяжении 10 минут, я могу сказать, что Дениска просто ее не пробовал, а я давно подсел на них. Вообще, скажу так, для меня чипсы, единственное, которое я люблю, это паприка либо соль. Самые любимые в детстве были, слушай, я не знаю. Они, ну, вот я их нюхаю, у меня такое ощущение, что они кислые должны быть. Слушай, у них есть один большой минус, они немного не отдают картофелям, они как, знаешь, Принглс, который сделан из теста. Некоторые думают, что Принглс делается из картошки целиком, но это не так. Здесь вот именно тестовой такой замес. Они уксусом пахнут. Это классно, я обожаю уксусные чипсы. 100% чипсы пахнут уксусом. Вы знаете, я бы сказал, что вкус реально дерзкого хрена. Дерзкий хрен, наверное, я не стал бы называть. Я стою, смотрю, здесь его уже пачками кидает. Там хрена больше, чем картошки. Но они вкусные, они для тех, кто любит остринку. И, кстати, ребята, если будете смотреть, смело можете покупать с горчицей, они менее острые. Не, я в последнее время тоже много острого ем люблю. Я только хотел сказать, что мы с вами вчера там говорили. Для меня это немного перебор с этим. Естественно, это только на любителя острого, все. А по поводу пива. Слушай, а ты чертовски прав, братан. Прямо вот вообще не перебивает, действительно. Как вот был вкус, так и остался. Вкус у чипсов свой. Да, вкус. Да, абсолютно. Ничего, то есть он как будто просто все фибромибры во рту промывает и просто остается чистый привкус пива. Вот и все. Что у тебя там промывает? Рецепторы. Рецепторы, хорошо. Фибромибра, фибромибры. Мибры. Кримли, Крабли и все. Ау, ми, блин. Давай подытожим. Так как ты сегодня притараганил все это дело, расскажи ты. Для меня это пиво, скажем так, не на каждый день, но часто. Поподробнее. Ну, вот среди этой линейки сибирской короны, мне больше нравится все-таки ИПА. IPA. ИПашечка. И так далее. IPA, да. Когда начинает приедаться вкус, запах хмеля, надо его чем-то перебивать в жизни. И для меня вот появляется вот такой вот сорт. Вкус ржаного хлеба, кваса, деревни какой-то. Да. Коровьих сосков-то. Что? Это я странный. Коровьи соски? Брат, ты с ума сошел? Понесло, да. Коровьи соски? Нет, похоже, вы все-таки вчера делаешь. У нас не получилось подытожить, потому что я сейчас на коровьих сосках хочу остаться поближе. Что значит? Подольше ты хотел сказать. Поближе. Поближе ставь коровьих сосков. Что это значит? Для меня, в общем, это вкус, вот, вкус, дико, почему-то деревни. Настоящий деревенский квас на пережженной хлебной корке. Я бы сказал, что это, знаешь, такой тюнингованный квас, в хорошем смысле этого слова. Тюнингован он этанолом. Ну да. Но здесь действительно чувствуется, знаешь, какой-то даже бородинский хлеб такое чувство. Да, в общем, это вкусно. Для меня, если... Попробуешь? Если по баллам... Но... 8. Нет, 7,5, скажем так. Я 7-очку поставлю. 7,5. Я 7-очку поставлю тоже. Это все-таки не каждый день, это надо накопить чувство голода к этому вкусу. Так, чтобы, знаешь, прям вот хотелось. Вот на каждый день такое пить не будешь. Его однозначно надо пить холодным, нетеплым. И вот тут я хочу поподробнее остановиться, мой хорошенький друг. Хорошенький друг. Ужас. Вы неплохенький же. Ну да, мой хорошенький. Мы с тобой тестировали лёд. И ты мне... На меня просто... Мы не материмся в видео, поэтому я скажу, ругался. И говорил, что я очень сильно переохладил пиво. Ну ты знаешь, друг мой, не понял прикола я этого. Ну вот смотри, то холодное было, но оно так же раскрылось хорошо прохладным. Вот этот сорт пива должен вот примерно вот этой температурой быть. Ну кто это? А вот сорт лёдовая не должен, хотел сказать, стоить 4 градуса. Температура не должна быть 4 градуса по Цельсию у этого пива. У этого это имеет право на жизнь, потому что этот ржаной вкус не перебить. Отсутствием, точнее, практически отрицательной температурой. А хочешь прикол? Написано хранить при температуре от плюс 4 до 25 градусов. Ну и что? Но это условия хранения. Это не говорит же о том, что ты должен пить при такой вот температуре. Ну значит при нуле его нельзя хранить что ли получается? При нуле я боюсь, там начнутся какие-то процессы в пиво, которые уже приводят, помешают. Либо к помутнению, либо начнет вытягивать кристаллы там в льда, в воды. Ну там своя химико-биология, скажем так. Просто пиво, вот это вот плюс 4 для него норма. Не, ну я согласен. И плюс 10 для него норма на самом деле. Ну я, если честно, я... А вот у аббатских элей плюс 4 это не норма. Денис, я не соглашусь с тобой, вот честно. Ну потому что мне нравится пиво, я не терпеть не могу любое теплое пиво. Я обещаю, мы в следующий раз, когда я что-то куплю, или ты, тоже, да, что-то вкусное будет. Пожалуйста, возьми одну в холодильник. Но это должен быть значимый сорт, который именно должен питься при хорошей плюсовой температуре. Естественно, естественно. Мы говорим о том, что... То есть мы не будем брать там Балтику 7, одну замораживать, другую плюс 20. Там что ее лежи, что ее пей, без разницы. Чего мы опять на Балтику гоним? Да не знаю, нам надо как-то с тобой вообще собраться. Вот, кстати, Балтику 6 можно купить. И вот я уверяю, вкус... Ребята писали в комментариях, что ее вообще нигде нету. Точно ты говоришь, что тебе нравится, да? Я сегодня ходил в Гленте, там стоит Балтика 6. Ну, видимо, где-то, наверное, в каких-то регионах нет ее. Ну, мэйби. Давай. Давай, американский зерный. Мэйби в Англии. Расскажи по поводу закуски для тебя. По поводу закуски, я вот к ней на самом деле приелся. Для меня уже вкус хрена практически, ну, он чувствуется. Но я поначалу первую съел и подумал, ёшкин-кошкин, это же дурдом какой-то. Сейчас я ем, мне уже нормально. Вот мне в последнее время нравится острое чипсы вообще для меня. Зашли отлично. 7,5, так же, как для пива. Отлично. Я скажу так, что для меня семерка, что пиво, чипсы. Могу сказать так. Для меня чипсы и пиво, наверное, это очень странная такая вот история. Наверное, я больше, я уже говорю неоднократно о том, что я люблю больше мясо. К пиву, мне кажется, мясо в любом проявлении. Это может быть стейк, это может быть вяленое мясо, это может быть колбаски какие-то. Это больше для меня подходит. Но чипсы вот такие вот именно острые, они классные. Они сразу, ты чувствуешь, что есть усилий вкуса, то есть сразу там рецепторы отрабатывают, и в принципе это вкусно. Говорить, что постоянно я буду их употреблять, в смысле есть, ну, наверное, не могу. Но в целом неплохо. И я сегодня очень сильно порадовался, потому что я понял, что значит вот эта коллекция, да, сибирская, ну, сибирская корона, они действительно молодцы, то, о чем мы с тобой говорили. Это нельзя назвать крафтом, да, потому что это массовость из этого продукта. Но это хорошо. Эксперимент. Это хорошо для них. Я считаю, что если вот так двигаться пивным компаниям, то это приведет к чему-то, может быть, еще большему. Может быть, Апу научится хорошего делать. Какой же ты унылый. В общем, напоследок, что чипсы, что пиво, не на каждый день они подходят друг к другу идеально. Да. Захотелось что-то остренького и неотличное по вкус ощущениям от обычного лагеря Элиэля. Ржаное пиво, острые чипсы и все, и отлично. Вот так вот будет. Да, ну, а мы с вами прощаемся. Тиффани, всего хорошего. Если смотришь нас, чертовски приятно. Тиффани, а ты будешь тогда коралловый, да? Это как вот в том фильме, там, Бешеные псы или как это? Там, где был Мистер Оранжи или что там? Это история вся. Что это такое? Ну, фильм Тарантин, бог ты мой, Тарантино, да? Какой, какой фильм? Вешеные псы. И это единственный Тарантинский фильм, который я не смотрел. Там были чуваки, у которых был и в качестве мента Мистер, там, синий, оранжевый. Как-то вот так вот. Я подумал, что ты проводишь какие-то аналогии с Тарантино и решил назвать меня Мистер Тиффани, а я тебя решил назвать Мистер Коралловый. А он, оказывается, даже фильма не смотрел, так ляпнул и все. Все, все, все. Тиффани. Ты мне очень нравился раньше. Да и цвет Коралловый был неплох. Ребята, все, пока. Пока.